ну что ж ребят всем привет добро пожаловать и сегодня мы с вами попробуем tower of fantasy которая вышла как раз таки сегодня 11 августа 2022 года вы видите я уже выбрал сервер на который собираюсь поиграть и надо подождать свою очередь так как сегодня день релиза все сервера переполнены практически так что увы нужно чуть-чуть подождать думаю как раз пока скажу вступительные слова мы дойдем до своей очереди и познакомимся с этой игрой для тех кто смотрит записи я хочу напомнить что данный ролик на ю тубе является записью стрима где я в прямом эфире буду пытаться переводить эту игру потому что тут местами есть катсцены где текст очень быстро появляется исчезает так что временами возможно будет трудно уследить за диалогами и придется пропустить пару фраз я конечно постараюсь чтобы никаких проблем не было и перевести все важные диалоги но заранее предупреждаю то что я делаю это все прямом эфире без какой-то подготовки заранее так далее и я вообще впервые буду сейчас практически включать эту игру я до стрима и и включил посмотрел если все работает и все так что надеюсь нас не будут ждать какие-то неприятности проблемы и мы сможем сегодня хорошо провести время и понять что эта игра из себя представляет так что приятного просмотра я вижу наша очередь почти подходит так что вперед вы хотели меня видеть милорд айкросс посла кого-то карантинную зону пришло время выпустить гонщик макия сигнал цели потерян я больше не могу ее обнаружить осторожно что-то в этом месте не так аборанты здесь как беги эта ловушка мы должны их сбросить осторожно давай разделимся итак нам предлагает выбрать тян или кун ребят что скажете берем тян и создаем опять лэйси как и в геншине где отлично это так и сделаем 5 отлично да я уже заранее в редакторе поиграл и там создал себе персонажи когда дадут возможность использовать этот скин увидите кто это да сегодня определенно не мой день это шахта об этом не упоминалось в разведданных запаса энергии на низком уровне пожалуйста не подведи меня сейчас о нет но монстр а вот те монстры здесь чё-то резидент его вспомнился так чтобы использовать навык вашего оружия нажмите цифру 1 и на левой кнопке мышки обычные удары мне нужно найти выход отсюда да ребят что переводить диалог иногда я буду посидеть на месте или кружить во время врага вокруг врага если диалоги будут во время битвы чтобы их перевести так окей это я думаю всем и так знакомо лазни по стенам как сами знаете где холодно я и ивенты я не мерясь, ну вообще-то да это было близко я не думала, что большие будут преследовать меня аж до сюда мне нужно связаться со штаб-квартирой надеюсь, впереди есть выход так используйте элементальное оружие для того, чтобы разбить элементальную преграду мутанты у конской версии их мутанты иногда может некоторые названия отличаться если я буду по озвучке идти ну, вроде пока что нормально играется да, ращается внимание подавители на низком уровне прямо сейчас так, стоп ладно концентрат итальянского тоже не добавили так что да у нас тоже облом энергия подавителей еще чуть-чуть еще немного цель достигнута понятно вы разберитесь с ней и сотрите память ага прекрасно зик ее пульс стабильно лучшее позади сейчас начнется дорога к выздоровлению хорошо, что мы успели вовремя это движение а? свет что случилось эй ты меня видишь? зик иди сюда она проснулась подавитель кажется в порядке не стоит беспокоиться здесь так ну что все я понимаю пролог пройден наконец-то мы начинаем знакомиться с миром поближе твой подавитель был заменен на новую энергетическую ячейку ну как чувствуешь себя лучше? да намного лучше а вы что озвучка как кисеке кто-то озвучен кто-то нет отлично ты была без сознания целый день я уже подумал что ты это Шарри а я Зик ее брат я отвечаю за это убежище вы спасли меня конечно мы нашли тебя без сознания за пределами убежища сапрессор на батареи муки это и подавитель вышел из строя поэтому мы привезли тебя сюда и починили это это убежище астро код области ht 501 это да не верю забыли озвучку просто я уже подумал что тут тоже такая фишка но нет просто забыли фразу озвучить как тебя зовут и что ты делала совсем одна в горах я я не знаю я не могу вспомнить когда я увидел что я увидел что скабенджер это не был весь в синяках и потерял сознание в горах потерял сознание в горах скорее всего потерявшийся подольщик потерявшийся подольщик это не плохое да ну и удача у тебя а баран ты как раз сделали гнездо на кладбище машин тебе повезло что мы нашли тебя живой я не знаю что я не знаю что можешь остаться здесь пока не восстановишь свои воспоминания мы провели полное сканирование твоего тела и кажется что все в порядке спасибо ну спасибо вам иди приведи себя в порядок а то выглядишь ужасно шарил иди покажи нашего новичка усилин я уже сообщил ей поняла поняла эй новичок сюда а и твое оружие лежит вон там на том ящике не забудь собрать окей так что у нас тут о плюшки плюшки за проблемы так ну ребят как впечатление пока что неплохо неплохо правда вы оба зиком выросли здесь мы живем здесь с самого детства когда было не так много людей каждый вносил свой вклад в строительство этого места понемногу а госпожа госпожа селин ждет вы можете приступить в любой момент это я мия унижающая первая любовь умный помощник четвертого поколения в смысле миа миа моя помощница зиг нашел ее в рынок но ее языковой модуль немного глючит поэтому она иногда говорит забавные вещи выношу свои зеними я сделал все возможное чтобы моя речь была обнятой все в порядке миа пойдемте со мной пожалуйста мы не должны заставлять госпожу селен ждать как вы видите самую важную фразу почему-то ну не перевели исходя из того что я услышал в оригинале то там было что-то насчет унижения насчет ну дай кюн это что-то типа ну первой любви или первого поцелуя может быть или первое чувство от чего у тебя сердечко начало так колотиться как бешеное примерно такое значение имеет от слова да но как я вижу да похоже таких вещей где где-то отсутствует озвучка где-то отсутствует перевод будет еще но будем надеяться что быстро исправит и так что тут убежище астро мне не знакомо зик и шарил притащили меня сюда без сознания но я не могу вспомнить ничего что было до этого кроме чувства тревоги что случилось я должна разобраться в этом так ну и да ну без поймон сейчас не модно так так автоматический спринт или ручной ну я даже не знаю давайте ручной к тому же посмотрим эй этот корабль там впереди это беталгейм это 50 лет мой брат сказал что он тут находится уже 50 лет 50 лет да когда произошел катаклизм взрыв омнимо уничтожил целый флот который патрулировал это место поблизости и вот тогда это удалось высадиться на этот остров и убежище было построено в итоге и да я к сожалению успеваю так быстро а это ты кого спасли извне ребят а вот и голос нэпу или лизы ряд познакомиться а я ты кажешься не старше горел внешний мир должно быть не был очень добр к тебе селин сан давайте поможем новичку устроиться да да я поняла так у вас есть доступные пресеты импортировать да ну собственно ребят вот за кого мы будем играть я тут пошаманил и создал мику вроде получилось нормально вот лицо поближе но это будет лейси с внешним видом мику на что такое ними раз привет фума чтобы это понять нужно побольше поиграть пока что непонятно нет ничего лучше чем совершенно новая одежда я права спасибо за помощь ну что ж теперь когда с этим разобрались тебе действительно стоит показать новичку это убежище и посмотреть не нужна ли кому-нибудь помощь да предоставьте там не привет виндрана да да гача думаю ты ей понравилось это комната управления отсюда можно следить за каждым закоулка убежище нормально ну войстер во первых оригинал тут китайский это раз во вторых ну смысл тот же другие слова хотя местами я бы по-другому сделал под юбку можно заглянуть я понял это самое важное можно я думаю все все увидели надеюсь вы довольны доброе утро я шарю доброе утро дядя полу это то что ты спасла ну как мы себя чувствуем сегодня намного лучше спасибо кстати обратили внимание что тут все таки гг озвучено нормально бы побольше говорит чем геншини тоже том же так вернемся к тексту уже выживание это все что имеет значение в такие моменты как сейчас так что считаю что тебе повезло дядя полу от тебя смердит алкоголем ну возможно я пропустил пару стаканчиков вчера ночью я просто собирался получить данные экологического мониторинга у тебя все еще похмелья не так ли дядя полу ладно я это сделаю я бы не хотела бы чтобы ты снова упал в воду как прошлый раз фума ну да потом мы добавили голос ну я про то что тут все таки гг больше принимает участие в диалогах чем хотя нет там тоже мы отвечаем по сути фразами наши гг просто они не озвучены все я обнаружил кое-какие очень сильные помехи эти ребята пришли подготовленными дроны ты хочешь что-то сделать и даром здорово на танк и у силы и чансы до дрон то еще нара бичинимаю симпай моно воспользуйтесь возможностью осмотреть убежище не стоп воспользуйтесь этой возможностью чтобы осмотреть убежище и вы также не заблудитесь благодаря дрона что будет направлять тебя окей так что у нас там привет привет всем кто только подошел погнали посмотрим что-то а вот оно как-то даже так но тот только я не могу управлять ладно она сама этому это чувак нам сказал что дрон будет направлять нас это счетчик сбор данных сбор сбор данных образцах воды ну как тебе полеты не беспокойся просто держись крепче поверь мне я эксперт и шарри ва сэнтит на скачу кавами учим нас извлечение записи шаре шарел упала в реку во время своего последнего полета это был несчастный случай я клянусь так собрать данные об образцах растений так собрать и образцы данных камнях собрать все готово ну что ж давай вернемся обратно сбор данных образцов геологических образцов собрать этих образцов должно быть достаточно хорошая работа а возвращаемся я покажу тебе как выглядят другие места показывать ну да фума ты прав по сути гига у нас по факту пойму он просто говорит за любят хорошая работа когда я передам данные алфреду ну или в случае это все благодаря вашей сегодняшней помощи анализ анализ продолжительное употребление алкоголя опасно для физического здоровья пожалуйста следуйте рекомендациям диеты и сократите потребление алкоголя и регулярно занимайтесь спортом что сейчас было мне дело говорит дядя полу ты бы был бы умнее если бы ее послушал я хорошо я понял ладно идем дальше так на нас с кем-то там познакомит какая-то я в оригинале сами и сан в оригинале в японской версии на оригинал тут китайский и не шари а что привело тебя сегодня сюда в японской версии услышал другое у меня тут новый друг и хотел вас познакомить приятно познакомиться здравствуйте я слышала о тебе как ты себя чувствуешь а зиг заменил ячейки в подавители так что беспокоиться больше нечем о чуть не забыла это и не она мне как старшая сестра но она старше меня всего на два дня она она лучший шеф-повар в округе должна попробовать ее стрекню не могу приготовить тебе все что ты захочешь как только космический лифт починят тогда я смогу достать свежие ингредиенты починить космический лифт это не проблема мы можем это сделать пошли серьезно мы можем это сделать ну ладно окей кстати насчет лифта будет лучше если мой брат не узнает об этом хорошо журнал записи показывает что в этом месяце в убежище произошло восемь несчастных случаев которые виновата говорим о это прекращает имя понятно она прямо местная она и своя ремблема только не такая клевая так нотации как надо питаться да уж не милю действительно вот это и есть наш космический лифт и как он работает на самом деле я не знаю дядя палу говорит что он использует омниум дабы разбивать разрушать вещи для передачи и снова собирает их на другом конце а я останусь с собой если меня тоже вот так разобьет и потом соберут заново ну скорее расщепляют ну я использовал его пару раз и я чувствую себя собой и как мы собираемся это починить фильтры преобразование энергии ломался вот и все мы можем просто заменить его вот так просто вот так просто дядя палу научил меня а 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 Работает программа. Окей. Резервный фильтр находится вон там. В том маленьком здании. Ты видишь его? Да, вижу. Просто установи фильтр. И у нас все готово. Да. Так. Эм. Не поможешь мне вставить фильтр? Думаю, что тут что-то возможно застряло. А, вот. Просто так, да? Аккуратный ремонт. Нормально. Получилось. Две милы и Тиана ремонтируют. Лифт. Нормально. Раз, плюнуть. Теперь нам нужно просто протестировать его, чтобы убедиться, что он работает нормально. Протестируют на чё? На нас, конечно же. Ну, а ты можешь перемещаться только от одного космического лифта к другому, который ты уже активировала. Поскольку у тебя есть доступ только к этому космическому лифту, предоставь тестирование мне. Я не уверена, что это такая уж хорошая идея. Ты не беспокойся. Нормально будешь. Я вернусь. М-м-м, Сакра, вот как. Понятно. Даже привет и пока. Все в порядке. А? Что здесь делают, наблюдаете? Отойдите от меня, ненавижу их. Уральские единицы обнаружены. Передача данных об оружии. Готовка к битве. Так, отлично. Наконец-то в сражении дождались. Так. Когда во время боя заряд вашего оружия будет полностью заряжен, переключите... Переключение оружия вызовет атаку разрядом. После атаки цели и сбора достаточного количества омнима, нажмите Е. Это сменит оружие и вызовет разрядную атаку. Окей. Окей. Оу. Тут есть эти слоу-моу, как то же байонетти, например. Так, ладно. Внимание. Обнаружены... Обнаружена мощная и враждебная энергия. Так. Нажмите Escape, чтобы апгрейдить оружие. Серьезно, во время битвы апгрейдить оружие? О, господи. Кто это делал? По-моему, это не самая... Подходящая ситуация, чтобы делать апгрейд оружия. И ломать весь темп. О, господи. Ну, Сокра, тебе Ксеноблейд понравился. А где монстры? Они ушли? Да, их нет. Ты теперь в безопасности. Ширил. А ты не ранена? Журнал. Журнал. В этом месяце в убежище произошло в общей сложности девять инцидентов. Прошу прощения. Я просто действительно очень боюсь жуков. Как ты вообще наткнулась на них? Что-то не так. с системой определения местоположения космического лифта. Я была... Меня перенесли на... Бэнкс Бич. И именно там я увидела их. Инфраструктура системы определение местонахождения действительно очень высокотехнологическое. Я не думаю, что даже дядя Палу может разобраться с ней. Возможно, мы можем попросить Фра... Франца Сана о помощи. А, точно. Почему я не подумал об этом? Мне показалось ли сейчас что-то странное было с ее анимацией. Ладно. И кто это? Франц из Икросса. Он очень умный. Пошли. Найдем его. Предупреждение. Сбой в работе космического лифта. Нормальные операции приостановлены. Мия должна остаться здесь, чтобы предупредить других. Дело говоришь, Мия. Предоставлю это тебе. Ну да. Вот сейчас опять с анимацией проблемы. Будь осторожна. Не рассказывай моему брату о том, что случилось. Походится ли человек, которого мы ищем. За пределами приюта. Убежище. Видишь? Вон тот огромный валун. То, что на другой стороне. Голубой реки. А, да, я вижу. Но это похоже на какую-то проекцию. Зиг сказал, что это вход на объект времен Старой Федерации. О, как. У них установлена система симулякров. Она настроена так, чтобы замаскировать его под баллон. И что там? И что там? Не знаю. Не знаю. Зиг не позволяет мне подходить к нему. Близко. Он говорит, что это опасно. Но мы же пойдем туда, да, ребят? Держу пари, там есть что-то очень важное. Экрос специально послал Франция туда, чтобы он исследовал это. Приготовься. Нам нужно перебраться на другую сторону. Реки. Ну, Сократ. Тут дали редактор, где можно создать Мику, почему бы и нет. Мы ее все любим. Ну ладно, не все, а большинство. Нельзя говорить за всех. Пошли. Позволь мне показать тебе кое-что забавное. Что же это? Это довольно долгий путь. Этот спуск с утеса довольно долгий путь. Итак, как насчет кратчайшего пути? Учит, опасно. Да не беспокойся. Я просто делаю то, что я должна сделать. Это абсолютно безопасно. Обещаю. Подожди. Ты же не собираешься? Ну что, ребят. Она спрыгнула. И мы спрыгнем. Е-е-е. Ну, это было весело, не так ли? Ну, это было весело, не так ли? Что-то за звуки. Ну, мы собираемся пересечь реку. Ты ведь умеешь плавать, верно? Я не эксперт или что-то подобное. Ну, конечно. Ну, как насчет гонки. Первый, кто доберется до другой стороны, победит. Эй, эй, управление! Так, в смысле игра? Эй! Оно просто отняло мне управление и показывало путь. Ну, прекрасно. Я проиграл. Отлично. Привет, натурет. Францан! Оле? Шарли, не знаю? Что? Ого, господи, какой голос у этого Франца. Я забыл имя Сэйу, но, блин, мы недавно где-то его слышали Как раз О, а неужели это наша маленькая Шарил? Это не похоже на Зика позволять тебе заходить так далеко Зик занят, так что вот я здесь Нам нужна услуга Что-то не так с системой определения местонахождения космического лифта Это единственный, кто знает, как это исправить Из здешних О, да никаких проблем Я посмотрю на обратном пути Ну, мы подумали, что, возможно, ты бы мог помочь нам прямо сейчас Мы, типа, ну, торопимся Ну, я как бы сейчас пытаюсь починить деконструктор Деконструктор Это то, что может устранить систему симулякров Так же, верно 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 Этот Антиквариат Перестал работать как раз тогда Когда мне это нужно было Это Нужно Это Нужно Это Это просто короткое замыкание Но Некоторые Внутренние Компоненты Перегорели Так что, вероятно, им не потребуется Какое-то время Да, но Финни пытается добраться до Бэнкса У нас, как бы, в убежище Заканчивается еда Эх, ладно Когда я пойду Починю Космические лифты И потом вернусь сюда позже К этой работе Ну, стойте, здесь Не создай Не создай Ити Проблемы, короче Конечно Да, да Сейчас мы будем Создавать проблемы Возможно, я знаю Способ заставить Эту машину Снова работать Шарри Неужели ты предлагаешь Конечно Ты тоже хочешь узнать Что там внутри, не так ли Если мы сможем Заставить этот Деконструктор Работать То мы сможем Взглянуть Этот деконструктор Старая модель Произведенная Компанией Бэнкстек Так что это не будет Сложно Поэтому я думаю Что смогу Его починить Ну, судя по всему Я думаю Что источник питания Вероятно Перегорел И что же нам делать Ну, кто-то Должен оставаться Здесь Дабы присматривать За всем Поэтому не могла бы Ты пойти В башню Астро Омниум Там есть Утилизатор В России Если можно взять Резервный источник питания Мы друзья Так что просто Помяни мое имя Это обязательно И тогда нам обязательно Помогут Но Эй Находиться далеко От убежища Опасно Да и Путь До туда Довольно долгий Так что Будь осторожна Хорошо О Вот точно Я знаю Возьми мой Джетпак И ты доберешься Туда гораздо Быстрее Таким образом Только будь осторожна С ним Если случится Что-то опасное Беги Использует Джетпак Чтобы лететь По Продопроходимым Местностям Вы пытайся Сделать это Так Ну что ж Мы можем летать Цифра 2 Нажимаем И отпускаем Когда вы Приближаетесь К цели В воздухе Нажмите Кнопку Атаки Которая Как раз Мигает Эта Левая Кнопка На мыши Чтобы Начать Разрушительную Воздушную Атаку Нам предлагают Выбрать Режим Давайте Вот этот Это башня Омниум Но Окружающая Территория Принадлежит Гиенам Будь осторожны Привет Я забыл Как читается Твой ник Короче Буду звать Тебе Пока что Лекс Стоять Тебе Пойдем Тебе 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 ну и звуки отлично я ну джет пока это конечно хорошо мы сможем добраться до высоких мест без проблем потом по чату привет еще раз всем кто только подошел надеюсь у вас там все хорошо видно так идеальная теперь он пошел нормально отлично ну да тут тоже можно убивать животных чтобы собирать мясо ого сколько тратит не ну прикольно прикольно все-таки мне с этим тут как я уже говорил мне нравится все-таки больше чем в том же геншине какой я больше люблю так выбор у нас не то что большой давайте готова так это кто мысли нельзя пообщаться не печально думал может что-нибудь интересное нам расскажет фума скорее футуризм больше который тут как раз присутствует мне больше нравится футуризм космические тематики чем средневековье и так далее больше такой предпочитаю но если игра хорошая то тоже другой разговор так а стоп это его имя такое факт когда мне не стоило переводить его администратор астре скрейпер теперь онлайн добро пожаловать пользователь привет я подруга шарил она послала меня за помощью к тебе у шарил это неприятности не то все в порядке мы просто пытаемся починить сломанный деконструктор и надеемся одолжить у тебя резервную резервный источник питания энергии понял возьмем резервный источник питания он будет символизировать наше товарищество я также синхронизирую последние географические данные астры с тобой мой друг синхронизация данных ну вы поняли вышки и открывание карт успешно переданы данные карты острова астра дополнительные данные места и должны быть собраны короче с башни в омни в каждой зоне ну короче да плюс-минус как в геншине не открывать карту я уже надеялся что тут такого не будет хотя бы ну нет нельзя тревога второго уровня экологическая станция астра подвергается неизвестной атаки запрашивается поддержка не могли бы вы помочь мне с этой проблемой мой новый друг конечно фума это вроде вообще полноценная мама и вроде вроде тут и что-то типа рейдов но я пока что не знаю есть подробностей только начал играть это то что я видел в интернете там писали примерно благодарен делаю привязку к экологической станции астра начинаем сахар походу да господи серьезно ну только не 100 гасена экологическая станция сконструированная короче нам нужно избавиться от правонарушителей там иначе будет лока но концентрат вот мы упадем и потеряем хп чуть-чуть наверное оттуда мы умрем скорее всего странные растения которые любят поглощать водные ядра якобы могут изверг и извергнуть что-то полезное короче дать понятно нам нужен кто-то с элементом воды скорее всего кстати где гачи нам еще гачи не показали куда ты лезешь вот так 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, я видел кости Луэси. Так, все. Спасибо вам за помощь в борьбе с правонарушителями. К сожалению, некоторые комбайны были отогнаны от места, где они были назначены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьезно. Вы должны найти потерянных комбайнов и активировать их. Режим автоматического определения пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обнаружена опасная окружающая активность для обеспечения вашей безопасности. Я запрашиваю у Кайкроса для вас доступ к оружию и данным симулякера. Пожалуйста, следуйте за мной. Разрешение на передачу данных системы симулякров Хайкросс было получено. В связи с базой данных симулякров Хайкросс установлено. Запрос о разрешении на передачу данных. Разрешение на передачу данных системы вооружения Хайкросс было получено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Ну вот, добрались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оружие Добро пожаловать в систему вооружения симулякров третьего поколения Наша центральная база данных содержит боевые воспоминания и параметры вооружения многих элитных солдат Они были объединены в независимые модули данных Пользователи могут обращаться к данным из конкретных модулей Система будет имитирует облик носителя и его боевые воспоминания И поможет пользователям адаптироваться к кратичной боевой обстановке Так Активировать Ну фумо хз Сейчас посмотрим Так ну походу да А нет Этот набор снаряжения симулякро Последнее изобретение Хайкросс Он лучше поможет вам в предстоящих боевых сценариях Так спросить про систему симулякро Система симулякров была разработана Хайкросс Она переобразует данные О личности и поведении носителя в алгоритмы И будет хранить их в определенных модулях в базе данных Айкросс Алгоритмы Частично сохраняют личность и воспоминания носителя Чтобы служить в качестве Боевой поддержки Когда к ним обращается пользователь Пожалуйста, хорошо Используйте Их возможности И найдите Пропавшие комбайны Эй, ты не столкнулась с какими-либо неприятностями, не так ли? Я не смогла связаться С тобой до этого момента У меня, короче, есть источник питания Но есть кое-что О чем я должна позаботиться Я вернусь, как только закончу, помогать Окей Так, а персонажа Поменять во время Бегать не по карте Можно? Или нельзя? Клан Не вижу я такого тут, к сожалению Так что, увы Так Системные Ну, это просто чат Понятно Рейзер Что можно? Можно поменять персонажа? Тогда отлично Так Кстати Давайте Соберем все плюшки Посмотрим черные ядра Что сделает Кого призовут Отлично Отлично Понятно Походу эти используются только для баннера с оружием Или что-то подобное Что-то подобное Чуть не забыл Я сейчас подключу Дропы на твиче Активировать Ну, это нужно было сделать Ну, это нужно было сделать Сразу Как только создал персонажа Ну, как-то забыли про это Так Есть, есть Так, сервер Европа И Концентрат Если что На сервере Валштам Собираемся Я туда пошел Так Все Вроде я подключил дропы на твиче Отлично Так Ох Что тут Тут О, блин Ну, короче, началось Ну, короче, батл пасс Как я понимаю, да? Ага Ну, куда же без этого? Так Так, магазин Так, что-то типа луны За 5 евро в месяц Окей Апгрейд пасс Это, как я понимаю, батл пасс У нас как раз-таки Че, хиль, да? За 9,99 В месяц Понятно Адвенчер пак За 5 евро Почти, что Нет Что тут еще? Рейды Красные Ограниченные паки Понятно Ну, короче, да Все, как обычно При туплейках Донать Только тебе денег Хватит В смысле На китайском Странно, но Турат У меня игра Сразу запустилась На английском Причем у меня Винда С ядром От японского региона Так что Да Так, окей Дайте мне Брат на миг Ну что, давайте Еще гачи сделаем Вижу тут 31 гачи Так, тут Нужны красные Так Ну, файту Тащи Постараемся Ну, фу Я ХЗ Как точно Это работает Ни разу Не использовал А, ну вот Резерто Нашел Мику Ну, не густо Не густо Стоп, чего? Я правильно Прочел Имя? Ладно Да нет Нам нужны Супер Рарные Супер Супер Рарные Это так Просто Супер Рарная Фигня Привет Агрерус Походу Есть Что-то Золотое Мех Зачем Мне ЭТО Прекрасно Куна Мне дали Спасибо Рандом Вот видишь Уму А ты Жаловался Мне Еще Хуже И все Ну, чтобы сделать Рерол Нужно Или Создавать Новый аккаунт Или менять сервер Я уже Оставлю Как есть Потому что С геншином Тоже Не повезло Поначалу А потом Как пошло Дело Было Все просто Отлично Так 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 Что-что-что О Можно посмотреть Все наряды Для нашей Мику Так Ну, это все Стандартные Которые Были Вначале О Слушайте А вот Это Неплохо Так Аксессуары Не густо Я Как понимаю Потом Они Будут Продавать Костюмы Для ГГ Скорее Или Будет Отдельная Гайча Под Костюмы Для ГГ Ну, кстати Это Что Все Персонажи В игре Что-то Их Не густо Я Я Стандбай Кандил Где Игна Аташи Измаде Метер Ну Я Мот Тихо О Таши О Ре Нодеванка Кей Тер Семь Бей Чем Бега Тот Най Маш Т Маш Ну Натурат Понятно Но мы же Получим Их Скин Так Сказать И как Это Все Чет Не Густо Я Надеюсь Просто Это Не Все Хотя Мне Было Странно Просто Знаете Учитывая Что Тут Есть Офигенный Редактор Где Можно Создать Любую Вайфу Ну Типа Окей Мне больше Вот Нравится Бегать За мою Миф Пока Что Рейзер Ты Уже Пришел Режим Ожидания Активируем Географическое Сканирование Планирование Маршрута А тут Можно Сделать Одиночную Сессию Чтобы К тебе Никто Не Лез Походу Нет Ну Это На Будущее Как Браться Чатиком Это Отлично А вот Когда Ты Сам Играешь И Там Какие Рандомы Подходят Начинают Порт Тебе Малину Так Что Это У Нас Таинственные Сооружения Разбросанные По всему Миру Предположительно Это Тренировочное Устройство Существующее До Катаклизма Должно Быть Активировано В Определенное Время Понятно Что Это О Господи Выездил О Господи Короче Тут Куча Мини Игр Будет Еще Так Сегодняшняя Тренировка И Это Считается Типа Деликами Еще Если Я Правильно Понимаю Окей Ну Фумов Сейчас Напишет Точно Но Нет Фума Не обязательно Тут Можно Взять Его Оружие И Все Так Ну Да Вот Где У нас Оружие Куна Используем Все Отлично Мы играем За нашу Мику И можем Использовать Оружие СС 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 Слушайте А неплохо Вообще То Может Все Так Это Не так Шип Лох Мне Выпал Этот Кун Его Оружие Дам Мику Блоки Блин А клево Инициируйте последовательность возвраты активированное географическое сканирование планирую маршрут стандай моду так решим ожидая стоп то же самое что ли походит ну да комбайн возвращается я очень благодарен вам за помощь отлично отлично так слушайте давайте сделаем небольшой перерыв и потом продолжим так что перерывчик